Здравствуйте, уважаемые зрители! Специально для спортивной платформы Bodyroom организация Stronman Rus презентует обучающий ролик по технике выполнения строновских упражнений. Сегодня будем показывать вам технику подъема Аполлона Акселя или ось Аполлона. Показывать упражнение будет атлет команды Stronman Rus Иван Шатовкин и комментировать я и его тренер Алексей Минаев. История развития абсолютно любого вида спорта говорит нам о значимости роли техники выполнения упражнений. Если вы вспомните, как поднимали тяжелатлеты в начале века штангу, как боксерили боксеры, как там толкали ядро, вы увидите кардинальное отличие современной техники от той техники и отличие современных результатов, совершенно фантастических для того времени. То же самое происходит и в Сонгмэне. Стронный достаточно молодой вид спорта, он возник всего лишь в 70-е годы 20-го века и на сегодняшний день Рус Иван Шатов еще идет достаточно стремительно. Но даже сейчас многие спортсмены, выступающие на достаточно высоком уровне, выполняют упражнения не совсем оптимально с точки зрения современных знаний, а техники упражнений. Сегодня мы представим вам технику подъема Аполлона Акселя. Это снаряд, который традиционно достаточно мало популярен в России, хотя ведущие российские атлеты всегда его очень хорошо поднимали. За всю историю, допустим, за 4-летнюю историю упражнения и 4-летнюю историю выступления Ивана Шатовкина, он всего лишь один раз попадался на соревнованиях такой снаряд. И поэтому очень многие наши спортсмены не совсем представляют себе представлять, как правильно нужно это делать. Этот снаряд чем отличается от обычной штанги? Да, он, например, достаточно отличается. У него толщина грифа 50 мм. Есть разные стандарты, там 49 мм, 50 и 80 мм. Да, ну, примерно 5-сантиметровый гриф, причем не крутящийся и гладкий. Понятно, что нужно обладать достаточно хорошим хватом, чтобы это поднимать. И есть разные способы, есть такие простые способы. Люди поднимают его через живот, такие силовые способы, натужные. Это, как раз, для тех, кто не обладает там достаточно хорошей техникой. Вот мы покажем такой симбиоз террористической техники и стронговской техники. Пожалуйста, Иван сейчас показывает выполнение упражнения. Снаряд достаточно тяжелого веса берутся разнохватом. Почему? Да, чтобы не было крутящего момента. Это достаточно стандартное. На легкий заряд, конечно, можно делать их хватом сверху. На тяжелых это, как правило, не получается. Он делает... Практически от тяжелого клейки он делает подъем на грудь. Да, что сейчас произошло? Он сделал подъем на грудь, при этом перехватывание грифа произошло прямо в воздухе. Это, на первый взгляд, кажется, достаточно сложно. На самом деле, ну, буквально в 5-10 тренировок и практически любой спортсмен все это усваивает. Кардинальных отличий в подъеме на грудь, кроме перехватывания, снаряда нет. Он сейчас выполнен вариант выполнения, когда из низкого седа он сразу же выталкивает одновременно совставание. Этот вариант достаточно сложный, но когда нам нужно поднимать снаряд на количество повторений, да, либо в эстафете, это, конечно, является наиболее оптимальным вариантом. Можно сделать и с разделения. То есть, пожалуйста, покажи этот подъем на грудь, мы встаем. Встаем и толкаем. И выталкивание. Он сейчас выполнил выталкивание способом отолчковый швунг. Есть различные способы выталкивания, сейчас не будем на них останавливаться, потому что они кардинально не отличаются от техники подъема штанги. А подъем на грудь отличается. В чем отличие? Еще раз, пожалуйста, подъем на грудь. Только подъем на грудь. Подъем на грудь можно выполнять как в низкий сед, так и в полуприсед. Болевики веса поднимаются в полуприсед. Внизкий сед. Смотрите внимательно. В какой момент он перехватывает руку. Хорошо, опускаем. Если руку перехватить не удалось, сейчас сможешь показать с вытасканью руки. Если руку перехватить не удалось, как правило, просто выставляется вперед плечо той руки, которая перехватывает, а перехватывает рука, которая идет хватом снизу. У него это в данный момент правая рука. И выставляется вперед плечо. А потом под обычным подкидыванием перехватывается. Бывает иногда, что во время перехвата не вылетает, то есть мы просто выставляем вперед плечо. Это немножко вызывает какую-то задержку времени. Но когда мы идем, допустим, на максимальный вес, подъем на максимальный вес на соревнованиях, это бывает часто даже попроще. Это бывает попроще. По ширине хвата. Ширина хвата должна быть оптимальной, для того, чтобы штанга правильно ложилась на грудь. Все. То есть она у каждого своя. По захвату. Для подъема этого снаряда, конечно, желательно большие пальцы. Длинные пальцы. Длинные. Именно большие, именно с точки зрения длинной они плащаные. Вот Иван, покажи свою руку. У него, к сожалению, совершенно не оптимальная рука для подъема этого снаряда. У него получается, что пальцы даже не смыкаются. Но даже несмотря на это, он обладает очень хорошим результатом в этих упражнениях. Благодаря своей великолепной технике. В соревнованиях бывают разные варианты выполнения упражнений. Например, аксель может подниматься на максимальный вес. Так, к правилу, используется выполнение в низкий сет. Так можно взять больше вес на грудь, и потом подруги он толкается либо толчковым швуном, либо в ножестве, либо жалмышком. Часто бывает, что аксель поднимается на количество повторений. А здесь уже важно, какой вес в процентах от максимума атлета используется. Например, если на количество повторений поднимается вес, который, допустим, всего лишь на 10 килограмм меньше его предельного максимума, конечно, используется ту же самую технику. Иногда бывает так, что, допустим, Иван при подъеме аксель в 170 килограмм, он в него попадает в аксель в 120. Конечно, тогда можно поднимать и в полуприсед. Это просто экономичнее по силам. И человек умеет отращивать время, и просто само упражнение выполняется быстрее. Если у человека очень хороший хват, можно даже делать не разнохватом, а охватом сверху. Сейчас Иван покажет технику выполнения упражнения в полуприсед. Причем как два варианта. Может быть, как с остановкой на груди, и потом выталкиваем, так и одним-две в одно движение. Пожалуйста. Причем как два варианта. И точно так же можно сделать без остановки. К примеру, спортсмену планируют за минуту поднять, допустим, 10-12 раз. Тогда просто получается, что не до остановок. Покажи, как делать в одно движение. Это такой самый... Вот сейчас был способ самый экономичный по времени. Если аксель достаточно легкий для атлетов, это бывает либо при подъемах на большее количество повторений, либо в эстафетах, то чаще используется этот способ. Есть еще и достаточно много промежуточных вариантов. При самых быстрых вариантах выполнения, то есть в один темп, есть также разные способы подъема вверх. Можно толкать... При подъеме на грудь толкаем сразу из низкого седа и в полуприсед при достаточно тяжелом весе. Иван показывает. Опускаем. Если вес достаточно не тяжелый, то он тоже самое может делать жимовым шлунгом. Если... Сейчас еще один раз. Если вес для атлета совсем легкий, то самый быстрый вариант выполнения подъем на грудь в полуприсед и жимовым шлунгом сразу же. В полуприседе. Отпускаем. Все эти способы употребляются в зависимости от веса снаряда. Если задача поднять максимальное количество подъемов за какой-то лимит времени, и этот вес не очень тяжелый, то это самые оптимальные способы. В один темп можно успеть за минуту где-то до 15-16 подъемов. Для меня, конечно, кажется фантастикой, да, но, в общем-то, при хорошей скорости атлета и хорошей выносливости это совершенно не является проблемой. О тренировочном плане. Иван профессиональный спортсмен, поэтому он тренируется достаточно много. У него в неделе 6 тренировочных дней и от 1 до 5 тренировок в день. Я думаю, что не бывает как разгрузочные дни, так разгрузочные недели, да. Я думаю, что более интересно для читателей будет, для зрителей будет именно тренировочный план тяжелого тренировочного дня, тяжелой недели. Допустим, мы сейчас проведем тренировочный план, как он тренировался до травмы, да. Вот сейчас последние полгода занимается выше ЛФК, вряд ли так интересна лечебная физкультура с посетителем боди-рума. Тренировочный день из подготовки к соревнованиям в осени 2012 года. В день соревнования пятницы у нас борьба с 9 до 11 утра. У нас сейчас обязательный вид, и последние полгода ребята, не только он, да, все борются по 2 часа, 3 раза в неделю. После борьбы и перерыв где-то до часа, до 2, он отдыхает, и первая тренировка на оборудовании проходит где-то по второму-два. Обычно в тренировку включается одно, либо два соревновательных упражнения, либо одна эстафета. Эстафета можно включать до 2-3-4 упражнений. Пример. У нас вторая тренировка состоит из подъема акселя. Начиная с... Разминка, начиная, понятно, что с грифа, мы доводим до запланированного тренировочного веса. Это может быть 80% веса, там, принимаемый на 5-6 раз за 60 секунд. После этого следует отдых. Один-два часа. И следующая тренировка у нас эстафета. Эстафета... Эстафеты бывают разные. Стандартные варианты, со стандартными снарядами. Йог, покрышка, фермер. То есть Иван пробегает йог 20 метров с 380 килограммами. После этого делает 6 переворотов 300 килограммового покрышки. Вот как с имитой, на которой мы сидим. После этого у него фермер 20-20 метров с разворотом, весом 140 килограммов. Для того, чтобы проходить такую эстафету, конечно, нужно иметь очень хороший уровень выносливости. Мы очень много работаем на выносливости. В общем-то, каждую тренировку. Это такое вот то количество, которое очень часто упускается из виду многими спортсменами. И надо сказать, что на соревнованиях часто, когда говорят, почему не поднял и почему приграл, в 90% случаев говорится о том, что сил не хватило, выносливости не хватило. Вот это вторая тренировка на оборудовании, третья тренировка за день. Четвертая тренировка включает в себя подъем акселя. Извиняюсь, подъем камня атлса. Камень атлса в тяжелые дни поднимается до 180-195 килограммов. Стандартный вариант. Мы доводим до тренировочного веса. Допустим, мы планировали поднять 180 на 4 раза камень, перекинуть через планку. У нас, соответственно, идет после разминки 120, 140, 160 на 4 раза и 180 килограммов на 4 раза перекидывается камень. Если тренировочный план не выполняется, это служит корректировкой для того, чтобы правильно подвестись к свежей тяжелой тренировке. Потому что подведение к тяжелой тренировке должно быть таким, чтобы человек был свеж и поднимал эти веса. Далеко не всегда, правда, получается с этим угадать. Это очень важный момент, потому что и на соревнованиях нужно очень правильно подвестись. И последний тренировок, как правило, включает еще один подъем вверх. Вверх мы выполняем часто до двух подъемов в день. Допустим, у него идет шумно-жимовой состоит. Там, например, та же самая система. То есть мы, начиная с грифа, доводим до спланированного веса. Например, делаем 160 килограмм на 5-7 старений. И очень часто это сочетается с какими-то беговыми эстафетами. Даже просто челнок с разворотом. То есть после этого он сразу же бежит, делает челночный бег. Допустим, там в течение примерно минуты-полторы он бежит 30 отрезков по 10 метров. С максимально быстрым разворотом. Очень часто этому компоненту уделяется достаточно малое внимание. Но надо заметить, что в эстафетах оценивается общее время. И часто можно увидеть на соревнованиях, как атлет быстро бежит, допустим, с кегой. А назад возвращается даже медленнее, чем он бежал с кегой. Вот эти вещи тоже нельзя упускать. Здесь важна каждая доля секунды. И вот мы стараемся все эти доли секунды не упустить. Я никого не призываю повторять такой тренировочный план. Еще раз повторюсь, что Иван профессиональный спортсмен. И у него есть возможность тренироваться и восстанавливаться после таких тяжелых нагрузок. Но это, к сожалению, в современном спорте, тренируясь как начинающий фитнесист, мы можем и достичь только успеха начинающего фитнесиста. Поэтому у нас все совершенно другие цели и задачи. Как правило, в целых видах спорта принято достаточно много есть. Это такая традиция. Может быть, это важно для набора мышечной массы. Мы в нашей команде абсолютно все не стремимся к набору веса и мышечной массы. Поэтому для нас это, наверное, не является обязательным. Иван, я думаю, это пример такого спортсмена, который вообще не поест, если ему не скажешь. Я думаю, что он лучше сам расскажет о своем рационе, сколько он съедает за день. Но, наверное, даже это делает просто еще что-то долго перед Родиной. Иван, расскажи, ты сегодня что-нибудь ел? Да, сегодня ел. Даже перефразирую, ел ли ты на этой неделе что-нибудь? Вот так вот. И сколько раз в неделю ты питаешься? Что ты тренируешься по 5 раз в день, 6 недель, мы знаем. Насколько один прием пищи приходится, насколько тренировок? Вообще с едой у меня проблемы, если я не хочу, потому что я даже заставляю. Сегодня вот к этому времени, сейчас вот время 3 часа, я успел поесть 2 раза. Первый завтрак это было сегодня курица с помидорами. И второй, через несколько часов я поел яичницу с сыром. Вообще в течение дня я больше перекусываю, и зачастую это бывает просто молоко. Я просто сам себя люблю молоко. И таких приемов может у меня достигать до 5-6 раз в день. Я сразу перебью, подчеркну, что Иван прием пищи считает прием полстакана молока. Нам в свое время пришлось ему даже объяснять, что есть все-таки надо. Мне кажется, он прекрасно выжил на рационе из Бехенвальда, где была целая тысяча килокалорий. Немцы были очень щедры в этом плане. Мне кажется, Иван мог бы даже набрать вес и запасти еще лишний жир в зиму. Я к чему это рассказываю? Сложно сказать, совершенно правильная тактика или нет. Я просто не вижу смысла особого в наборе веса, в наборе мышечной массы. Но Иван, наверное, хороший пример того, что это не самое главное в наборе силы. Мне сложно рассуждать о наборе мышечной массы. Я в этом, в принципе, ничего не понимаю. Но Иван, как раз, является хорошим примером того, что можно тренируясь и весьма умеренно питаясь, можно показывать очень высокие результаты. Сразу скажу, что эта диета не для того, чтобы войти в какой-то вес, там, хорошо выглядеть к пляжному сезону, да. Я думаю, что Иван вряд ли вообще когда-то задавался такими проблемами, такими задачами, да. Вот видите, видимо, и такого рациона вполне хватает для того, чтобы наращивать силы. Единственное, что я им постоянно напоминаю, что он при ерухле съедал бы хоть там немножко углеводов, хотя бы там несколько ложек каши и так далее, он вот сегодня опять это забыл сделать. И он так считает, что молоко – это углевод, да, то стакана молока в день вполне хватает для обеспечения его энергии. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего хорошего, дорогие зрители. Тренируйтесь, как делает Иван вместо завтрака, обеда и ужина. Всего хорошего и новых успехов в спорте. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok